Вода заполнит территорию западно-подстепных эльминей не полностью, примерно на 80%. Прогнозы на итог паводка озвучил руководитель региональной службы природопользования и охраны окружающей среды Игорь Краснов. Специалисты ведомства на вертолете облетели территорию западно-подстепных эльминей. Главная задача экспедиции — определить проблемные точки. В составе экспедиции была и моя коллега Василиса Ивашкина. Вертолет Ми-8. Высота полета 400 метров. Только с этой высоты можно увидеть, как затоплены западные подстепные эльминей. Два часа полета предстоит исследовать 300 километров. Зона западно-подстепных эльминей охватывает три района — Икрянинский, Лиманский и Наримановский. За время экспедиции вертолет обогнул территорию пять раз. Специалисты службы природопользования и охраны окружающей среды изучают наполняемость водой бассейнов. Западно-подстепные эльминей наполняются водами из основного русла Волги во время половодия. Пик сброса воды прошел, но бассейны еще не заполнены. От уровня воды зависит экологическое состояние этих мест — нерест рыбы, рост популяции животных. В этой части Астраханской области проживает порядка 100 тысяч человек. В Крянинском районе, вы сами видели, наполнение где-то около 90%. В Лиманском районе и дальше от Волги там 70, где-то даже 60. Но даже несмотря на то, что шлюзы-регуляторы будут закрыты, вода все равно будет перетекать на запад. И то есть оно сравняется, но в общем, с учетом того, что год все-таки не сильно полноводный, где-то порядка 80% будет территория заполнена. По мнению специалистов, ситуация не критичная. Хотя, если сравнивать с годом ранее, воды меньше. И видно, во многих эльменях вода прошлогодняя. Для нерест рыбы нужна чистая, проточная вода. Но то, что эльмини заполнены, уже хорошо, считают специалисты. Два года назад эти водоемы были на грани исчезновения. Во-первых, уровень паводка был критически низкий. Во-вторых, сработал человеческий фактор. Искусственные дамбы мешали ходу воды. В этом году сотрудники службы природопользования во время экспедиции искусственных преград и завалов почти не обнаружили. Фотограф Евгений Полонский не первый год участвует в таких экспедициях. Его объектив не только фиксирует неуловимые простым взглядом красоты этих мест. На кадрах видны и проблемные места. Два-три или меня, конечно, надо будет внимательно смотреть. Что-то непонятное. Потому что, как бы, вроде идет-идет-идет вода. Что-то такое, преграда какая-то, да? И там воды уже намного меньше. Ну, они это отметили. Я сфотографировал. Ребята сняли. Ну, то есть, надо смотреть. В этой экспедиции специалистам есть над чем работать. На картах отмечены координаты. Следующий шаг уже на земле. Каждую проблемную точку будут изучать в отдельности.